Основная фальсификация была организована до дня голосования. Ну, допустим, возьмем Владимирскую область, Коренная Русская область. Мы давали исследования. Я очень уважаю женщин, я давно знаю Орлову. В том числе и ей говорили, обратите внимание, ведь идет массовое недовольство, проводимое в области политики. Он обращался и к президенту, его команде, посмотрите, пошлите своих специалистов, ведь ситуация резко усугубляется и обостряется. Туда мы послали в качестве своего кандидата Шевченко Максима, очень талантливый журналист, ведущий, человек опытный, грамотный. Он объехал всю область и говорит, ну как Мамай прошел, просто стыдно, разгромили, нищета, показывают там какие-то выдающие заслуги. Но я говорю, если выдающиеся, тогда проголосуют. А если не выдающиеся, ну посоревнуйтесь с Максимом, потому что за ним стоит наша большая команда, реальная программа. Мы предлагаем вариант подъема этой области, причем у нас опыт есть, мы там немало трудили. Вместо того, чтобы зарегистрировать, Максима выбрасывают из списка, как бы не преодолел, порог преодолел, он набрал много голосов, но там несколько районов зачистили подчистую. Они сами собрали, и потом ее аппарат сидел и выдавал. Выдавал чем? Подписи, которые являются ее главными спонсорами, ее помощниками, ее спойлерами, я не знаю как. И поэтому на выборы шла Орлова вместе с своими, орлятами их нельзя назвать, кукушатами, самые настоящие кукушатами. И в результате они там все провалились, там второй тур не с кем проводить. Если по-хорошему, надо сказать, извините, раз граждане не доверяют, нет смысла дальше. Надо обратиться к президенту. Я сегодня штабом обсуждал, предлагаю там обратиться официально к президенту. Я считаю, это было бы наиболее разумное и безболезненное решение. Там не с кем проводить второй тур. Там все, это все одно и то же. Только вид сбоку, профиль еще хуже. Я бы на месте президента, посмотрев результат, сказал, давайте примем решение. Назначу там свою исполняющую новую обязанность, раз так складывается, раз народ не доверяет. И через год проведем полноценные выборы. Еще бы я порекомендовал президенту отменить давно этот порох, который просто надуман. На дом он специально. Он не нужен никому. В прошлый раз три фракции писали ему письмо, я носил. Он сказал, после президентских выборов, похоже, отменим. Но затянулось что-то решение. У Владимирской области, на мой взгляд, это было бы наиболее правильное решение. Спасибо.